приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 8 мая поговорим о народном календаре на этот день поговорим о церковном календаре также что можно и что категорически нельзя делать в этот день друзья далее очень важная цена информация которую мы рекомендуем всем просмотреть от начала до конца итак друзья давайте с вами начнем именно с церковного календаря и узнаем что же этот день несет именно нам итак друзьям православная церковь 8 мая почитает память апостола и евангелиста марка который родился в иерусалиме и был ближайшим сподвижником апостолов павла петра и варнавы после вознесения господья дом матери марка стал пристанищем для некоторых апостолов и местом где собирались и молились христиане проповедуя слово божие вместе с апостолами марк побывал самых разнообразных местах и в риме и в египте в ливии антиохии и даже на острове крит евангелистом святого называют за то что находясь в риме он написал свое евангелие считается что она является краткой записью рассказов и проповеди апостола петра пребывая в александре евангелист основал здесь христианское училище впоследствии с которого вышли такие знаменитые отцы церкви как святитель дионисий клемент александрийский григорий чудотворец и другие марк составил чин литургии для александрийских христиан деятельность святого вызвала ненависть язычников которых еще было много в городе они напали на него избили протащили по улицам города и заключили в темницу на следующий день толпа разъяренных язычников повлекла его на судилище но по дороге евангелист скончался его тело намеревались сжечь на костре но только развели огонь как все померкло послышался гром и началось землетрясение и 4 апреля 63 года христиане погребли тело апостола в каменной гробнице над мощами святого в триста десятом году была построена церковь а 820 году в египте уже установилась власть арабов магометан и мощи апостола перевелись ли венецию в храм его имени собор святого марка строился и украшался на протяжении столетий и это было с 9 по 15 век сегодня он считается жемчужиной венеции поражая своим величием богатством внутреннего убранства мозаикой архитектуры особой причудливой красотой лишенной симметрии и строгости а также необычным сочетанием готического восточного и романского византийского стилей народном календаре этот день получил такие названия как марк марка в день или марк ключник народе марка называли ключ ником и не случайно считалось что именно у этого святого хранятся ключи которыми он может отомкнуть небо и выпустить дождь вот почему марку молились о том чтобы не было засухи и пролились дожди считалось что если выпадет мая три дождя добрых то и хлеба будут на три года полных как правило с этого дня теплее так что кажется что вот уже и настоящее лето пришло земля начинает сохнуть поэтому крестьяне молятся марку чтобы он открыл своими ключами хранилище и выпустил небесную влагу и дождь хорошо полил засеянные огороды и поля наши предки именно 8 мая проводили особенный ритуал с использованием крапивы обметали ей все уголки особенно стараясь у входной двери после заваривали ее и настоем хорошенько мыли лавки и полы согласно поверью острые колючки этого растения могут справиться с любой негативной энергией а чтобы нежданные гости не могли попасть в дом над дверью при входе вешали крапивный букет к тому же он очищал переступившего порог дома от дурных помыслов и что немаловажно настраивал только на позитив когда дом уже блестел чистотой хозяйки раскладывали по всем углам избы ветки крапивы которые должны были пролежать около суток потом их сжигали вдали от жилища как мы сказали ранее к этому времени заметно теплело устанавливалась настоящая весна порой днем до того прогревала уже солнышко что создавалось впечатление что наступило летом а это значит что хозяйки 8 мая уже в избах не сидели они вывешивали на улицу белье для просушки из крапивы обходили горницы настоем из крапивы мыли полы лавки издревле это растение применялось как средство против зла несчастье и врагов верили что его острые колючки способны справиться практически с любой отрицательной энергетикой чтобы в доме не было нежданных гостей от входной дверью все-таки вешали букет из крапивы кроме того в деревнях к марковому дню 8 мая ожидали прилет певчик птиц и чтобы заинтересовать птиц коноплей и обеспечить хорошую народную примету для домашних залетных птиц по двору хозяйки разбрасывали конопляное семя по народным приметам наши предки в этот день обязательно уделяли внимание погоде потому что им нужно было знать когда что посеять а также будет ли хороший урожай поэтому если 8 мая радуга была высокая и яркая значит это говорила о том что и погода будет хорошей радуга висела низко и плохо была видна к улучшению погоды ясная погода к жаркому лету во время дождя начинали петь птица а значит скоро закончится соловей поет вода в реках начинает пожар по понижаться холодный моросящий дождь к плохому сбору меда много птиц в саду и на огороде хорошему урожаю на грядках плодовых деревьев и ягодных кустарниках яблони еще не зацвели это говорило о том что к сожалению в этом году урожай яблок будет плохим и как правило с этого дня начинались теплые дожди что же стоило сделать в этот день 8 мая марка в день знаете много веков на марка ключника наши предки очищали дом от негативной энергии всякой нечисти для этого все в жилище протирали обязательно отваром крапивы а потом раскладывали пучки этой травы по всему дому и оставляли ровно на сутки также сегодняшний день считалось что благоприятен для покупок особенно для крупных считается что чем больше денег потратишь то тем больше прибыли получишь в течение года также в этот день было принято рассыпать по полям и дворам камну оконопляное семя чтобы прилетевшие из теплых краев голодные уставшие птицы долго не искали еду и таким образом наши при наши предки именно и приветствовали птичек что же категорически нельзя было делать 8 мая по народным приметам вы знаете народные приметы предупреждают что 8 мая в день марка ключника нельзя делать влажную уборку в доме иначе можно вымыть из него достаток и благополучие а вот пылесосить и подметать в этот день все-таки не запрещалось нельзя хозяйкам весь день в доме сидеть им сегодня нужно обязательно вывесить белье для просушки а после обойти все комнаты с крапивой а крапивным настоем обрызгать спальные места такой обряд поможет противостоять злу и врагам ведь колючки этого растения способны справиться с любой негативной энергией день марка ключника наши предки также вешали крапивные букетики над входной дверью чтобы защитить дом от непрошенных гостей а живущих в нем от дурных мыслей настраивая на положительные эмоции на следующий день эти ветки сжигали на костре нельзя сегодня употреблять в пищу и жирные блюда сегодняшний строгий пост поможет умилостивить святого чтобы он не запер своими магическими ключами такие нужные для будущего урожая дожди нельзя в этот день проливать воду на землю иначе святой может подумать что люди и сами справятся с поливом урожая и оставят поля без небесной влаги не стоит в этот день себе в чем-либо отказывать 8 мая обязательно нужно покупать только понравившиеся вещи не задумываясь о расходах тогда по народным приметам деньги начнут поступать в ваш дом также наши предки считали что чем больше в день марка ключника будет потрачено денег тем больше будет получено в будущем не нужно сегодня выяснить отношения с близкими людьми а также проводить время вдали от них сегодня нужно день провести семьей тогда считается что в течение года в доме не произойдет ни одной серьезной ссоры сегодня запрещено вмешиваться в чужие дела и в чужую свадьбу по народной примете своя пойдет наперекосят а влюбленным сегодня нельзя строить совместные планы на будущее иначе вскоре пара может расстаться из-за третьего человека в этот день запрещается конфликтовать или ссориться с близкими людьми нельзя также и проводить время вдали от них этот день необходимо провести семьей и тогда в течение года в доме не будет ссор и не будет никаких конфликтов что же касательно толкования снов то сны в ночь 7 на 8 мая могут дать нам представление о том как у нас идут дела в жизни сравнивая себя во сне с собой в реальной жизни мы можем понять где мы находимся на пути к достижению своих целей если например во сне мы видим себя активными и напористыми она его чувствуем себя вялыми и не мотивированными значит пришло время искать баланс быть энергии энергичными в одних ситуациях а в других оставаться терпеливыми и спокойными на чтобы улучшить запоминание снов попробуйте создать условия перед сном возьмите и держите рядом блокнот и ручку а проснувшись запишите сразу свой сон или сны потому что хорошие сны и предсказывают успехи желаемые результаты сегодняшние сны часто сбываются сон увиденный днем 8 мая сбудется через восемь лет особенно велика вероятность его избал исполнения для именинников этого дня в этот день наши предки старались проводить определенные ритуалы и практики для того чтобы привлечь счастье радость изобилие и благополучие в свою жизнь поэтому в день марка ключника ловили чужие и просили их принести счастье читая определенные слова поэтому вы именно 8 мая можете провести ритал на удачу и на счастье для этого обязательно поймайте 8 мая чижа далее посадить его в клетку обязательно украсть и лент клетку яркими ленточками в которую насыпьте крошек зернышек и затем скажите следующие слова чижик дорогой прилетел ты к себе домой дом у тебя ярок и богат будешь в нем всегда ты рад так и я тебя молю счастья удачи в мой дом прошу ты крылья свои распусти и скорее их принеси клетку открывали и оставляли на видном месте чтобы чиж мог вернуться в любой момент и полакомиться а растением этого дня выступала крапива крапива особенно молодая всегда присутствовала в аптечке целителей да и в голодное время была хорошим подспорьем чего стоит щи из крапивы да и салат с ошпаренным кипятком листьями крапивы это просто кладезь витаминов и и также вы можете готовить определенные напитки из так называемой колючей травы потому что допустим витаминный коктейль где включена крапива это не только удалит вашу жажду и прибавит вам сил но и от проблем с пищеварением избавит поэтому старайтесь как можно чаще использовать крапива кроме того она сейчас молоденькая сочная и таким образом действительно вы сможете помочь своему телу своему организму потому что чем больше мы сейчас с вами употребляем зелени тем быстрее наше тело может восстановиться это очень важно люди которые родились в этот день 8 мая считаются хорошими друзьями надежными партнерами и незаменимыми сотрудниками и обращаем ваше внимание что тот знак относится к земным потому его ему характерна эмоциональность терпение лива с основательность уверенность в действиях а также тяга к прекрасному и любовь к природе руководить тельцом венера поэтому помимо умения организовывать вокруг себя комфорт он знает как правильно общаться с деньгами тельцам родившимся 8 мая рекомендуется в качестве талисмана выбирать жадаид поскольку это ценный вид нефрита он обладает всеми его свойствами охраняет от несчастья помогает эмоционально разрядиться своему владельцу а потом делает его счастливым также рекомендуется его носить садоводом и цветоводом поскольку оказывает положительное влияние на растения рожденный 8 мая подходит синий цвет и все его оттенки друзья вот такой у нас с вами день 8 мая по народным приметам и народному календарю с вами как всегда был канал друзья эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии пусть они также знают об этой важной ценной информации но прямо сейчас на экране друзья видите два прямоугольника это следующие рекомендованное видео для вас нажимаете на той диктором на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ услышимся с вами уже буквально следующем видео